Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы смотрите канал OK English Практика, с вами Елена Вагнистая, и вы находитесь в практическом курсе, вы смотрите практический курс по английской грамматике среднего уровня. В чем заключается особенность данного курса? В том, что мы с вами не разбираем правила, мы его лишь вспоминаем, и все внимание мы фокусируем на том, что мы разбираем примеры, которые иллюстрируют данное правило, примеры английские. Сначала мы разбираем их, потом в конце урока вы получаете перевод всех примеров, и можете свериться, насколько хорошо вы усвоили материал. Сделайте перевод, сверьтесь с тем, что мы разбирали на протяжении урока. Если все сошлось, отлично, вы, значит, хорошо поработали, друзья мои. Итак, сегодня мы говорим о Present Simple и Present Continuous, о том, чем отличаются два данных времени, оба могут переводиться на русский язык. Абсолютно одинаково, вообще без отличий, но в английском языке разница очень существенная. Ну что ж, мы с вами разобрали Present Continuous в Unity номер один, мы разобрали с вами Present Simple в Unity номер два, теперь мы их сравниваем. Я напоминаю, что время Present Simple, то есть, например, глагол без изменений, play, work, глагол с окончанием as, plays, works, или связки do play, does play, don't play, doesn't play, показывают в целом, как бы, описание, общее описание ситуации. Такие связки говорят о фактах, об общем положении вещей, о регулярных действиях, а также говорят о том, что именно сейчас это не происходит. И вот вам другие связки, которые также относятся к времени, present, к настоящему времени. Например, am doing, is doing, are playing, are working и так далее. Когда встречаются такие связки, то англоговорящий человек любой абсолютно понимает, что вы говорите о действии, которые происходят сейчас, либо вы говорите о каком-то процессе, который не закончен, но процесс, скажем так, растянут во времени, либо есть какие-то изменения, мы также фиксируем на них свое внимание. Это Present Continuous, друзья мои. И еще дополнительно одна штучка. Вам может встретиться связка am, is или are плюс always плюс инговая форма глагола. He is always doing. She is always crying. Если вам встречается такая связка, несмотря на наличие слова always, она действительно говорится в Present Continuous, она показывает эмоциональную реакцию на ситуацию. Даже если действие не буквально сейчас происходит, а, скажем, есть элемент регулярности, то мы используем Present Continuous и фиксируемся именно на реакции, на регулярность и на нашей реакции на это действие. Мы сейчас посмотрим, как отработает на примерах. She played the violin, but she is not playing now. Она играет на скрипке, но она сейчас не играет. То есть, все просто, да? На русский язык переводится странно, на английском языке все понятно. She played the violin, мы описываем ее занятие в целом. Она скрипачка, она играет на скрипке. But she is not playing now. Но прямо сейчас она не играет. А сейчас она учит английский язык или кушает, да? То есть, не играет на скрипке. She is spending her day with her boyfriend. She spends all her free time with him. Она проводит свой день со своим парнем. Она проводит все свое свободное время с ним. Итак, первое, мы показываем процесс. Процесс, который тянется весь день. She is spending her day with her boyfriend. Она этот день проводит с парнем. Соответственно, день не закончился, и время, которое они проводят вместе, также еще будет продолжаться. Это растянутый процесс во времени. Это continuous. She spends all her free time with him. А это описание ситуации. То есть, все свое свободное время она проводит с ним. Общее описание, поэтому мы говорим spends, present simple. Hi there, what's up? What are you doing right now? I'm going to the movies. I always go to the movies on Sunday. Эй, приветик. Ну что, как оно? Что делаешь сейчас? Я иду в кино, и я всегда хожу в кино по пятницам. Итак, встретились два друга. Первый говорит приветствие. Hi there, приветик. What's up? Ну что, как оно? Как у тебя делишки? What are you doing right now? Что ты сейчас делаешь? То есть, он интересуется тем, что делает второй человек. Понятно, что он куда-то идет, но хотелось бы узнать подробности. Второй человек отвечает. I'm going to the movies. Я иду в кино. То есть, прямо сейчас туда направляюсь. Это незаконченный процесс. Я еще не дошел до кино, до кинотеатра. Поэтому мы говорим I'm going. I always go to the movies on Sunday. Я всегда хожу в кино по воскресеньям. Always здесь показывает регулярность. I always go. Я всегда хожу. Хожу себе и хожу. Да, вот такой вот у меня ритуал. My neighbor is always listening to music at night. I hate him for that. Мой сосед постоянно слушает музыку по ночам. Я его просто ненавижу за это. Здесь мы хотим показать эмоциональную реакцию на регулярно происходящее действие. То есть, меня это просто бесит, да? Я его ненавижу. Хочется его убить за то, что он делает это действие снова, снова и снова. Именно поэтому мы говорим My neighbor is always listening. А не просто My neighbor always listens. На самом деле, можно сказать и через simple, но тогда пропадет вот этот вот эмоциональный окрас фразы. И, друзья мои, следующая часть нашего урока. Напоминаю, что здесь мы разбираем историю, которая содержит много примеров использования нашего правила по грамматике. И сегодня у нас продолжение истории о Клэр. Приветик всем, надеюсь, что вы меня помните. Я Клэр, мне 25 лет. Мы с Сарой лучшие друзья. Итак, I hope, я надеюсь. Это фраза-выразитель мнения. Она, естественно, дается в simple. You remember me. Видим, что дальше мы поясняем, на что она надеется. На то, что вы меня помните. You remember me. Также здесь используется present simple. I'm Claire. M присваиваем категорию. I am Claire. I am 25. Присваиваем еще раз категорию возраста. Sarah and I are best friends. Опять же, я и Сара. И какая у нас есть категория? Best friends. Напоминаю, что нельзя в английском языке сказать все это без M и без R. Будет нелогично с точки зрения английского языка, потому что в английском предложении всегда должно быть время. Должен быть глагол, который передает время, в отличие от русского языка. When you're getting older, you eventually come to that point when you start thinking of your own childhood. Suddenly you realize that you aren't a child anymore. Well, there is this moment in my life. Когда ты взрослеешь, то постепенно начинаешь, подходишь к той точке, к тому моменту, когда начинаешь думать о своем детстве. И вдруг понимаешь, что ты уже не ребенок. Ну, в общем, как раз у меня сейчас такой момент. When you're getting older, когда ты взрослеешь. Здесь мы показываем процесс. Не просто ты повзрослел, да, как стабильное такое чувство, а ты взрослеешь. То есть, есть изменения, да. When you are getting older, you eventually come to that point. Ты постепенно подходишь к такой точке. Опять же, здесь она описывает в целом общее положение вещей. Да, вот люди взрослеют, и в какой-то момент они обычно приходят к какому-то особому ощущению внутри. You eventually come to that point when you start thinking of your own childhood. Когда ты начинаешь, когда вы начинаете думать о своем собственном детстве. Childhood, детство. И обратите внимание, что you во всех трех случаях это формальное подлежащее. Можем в русском языке вообще переводить без you. Когда люди взрослеют, да, можем подставить люди, то постепенно приходят, кто приходит, ну, все те же люди, да, к точке, когда начинаешь, ты начинаешь, да, начинаешь думать о детстве. В английском языке мы не можем разрушить структуру, подлежащую сказуемо, автор действия и действия. Точно так же, как нельзя выкинуть m и r из предыдущих примеров, так же нельзя выкинуть you из этого примера. When you're getting older, you eventually come to that point when you start thinking of your own childhood. Видим, что вначале мы показываем динамику изменения, ты взрослеешь, you're getting older, а дальше показываем просто уже как бы стабильное состояние. You come, you start. Suddenly you realize that you aren't a child anymore. И вдруг ты осознаешь, что ты больше не ребенок. Осознавать что-то, realize, это как бы мыслительный процесс, да, озарение. И, как правило, в английском языке это тоже состояние стабильное, мы его выражаем через simple. You realize. Дальше что ты понимаешь? Какое состояние? You aren't a child. Ты не ребенок. Anymore. Больше. Well, there is this moment in my life. Ну, в общем, вот он этот момент в моей жизни. I remember watching Bram Stoker's Dracula with Sarah during one of our pajama parties. Я помню, как-то мы смотрели Дракулу Брэма Стокера вместе с Сарой во время нашей пижамной вечеринки. I remember. Я помню. Это также как бы состояние ума. Мы такие состояния. I know, I hope, I remember, I forget, да, как правило, передаем через simple. И дальше, смотрите, все это после watching это все как бы дополнительно поясняющая часть. Это не предложение. Поэтому здесь дальше времени вы не увидите. Watching это как бы как причастие, да, оно времени не несет. Я помню. По-русски мы говорим как мы смотрели, а по-английски I remember watching. Я помню просмотр. Вот можем так сказать. Я помню просмотр. Теперь чего? Bram Stoker's Dracula Фильм о Дракула Брэма Стокера Фильм Дракула Дракула И вначале по-английски мы говорим Bram Stoker's Dracula А по-русски наоборот. Мы говорим Дракулу Брэма Стокера With Sarah вместе с Сарой During one of our pajama parties Во время нашей пижамной вечеринки. That's when I started to keep my own diary Just like Jonathan Herker И вот тогда я начала вести свой дневник точно так же, как Jonathan Harker I started Я начала Мы просто показываем как бы стабильное состояние в прошлом описываем его и для этого мы используем simple, но в форме past Started Очень подробно мы будем говорить об этом в пятом юните И запомните интересное выражение Keep a diary вести дневник То есть, когда вы записываете туда что-то Eventually I became obsessed with reading and writing of any kind И постепенно я просто помешалась на чтении и на записывании всего-всего-всего Eventually I became obsessed И постепенно я как бы с ума сошла Я помешалась на этом Become obsessed помешаться на чем-либо И в чем это выражается with reading and writing Я помешалась в чтении на письме of any kind всего как бы всего абсолютно любого вида I write a lot but I'm always losing my bookmarks Я много пишу и я постоянно теряю свои закладки I write a lot это описание ситуации это какая я То есть, что я обычно делаю I write a lot И здесь есть у нас регулярное действие которое выражает как бы вызывает некоторое раздражение у Клэр И она говорит I'm always losing my bookmarks Постоянно я теряю свои закладки Bookmarks закладки Я решила стать писательницей Моя специальность в университете это журналистика Я думаю, что мои писательские навыки улучшаются день за днем но я чувствую что мне нужно больше практики поэтому я решила ввести онлайн дневник I decided to be a writer Я решила быть писателем просто факт прошлого поэтому мы говорим decided My university major is journalism Моя специальность в университете профилирующий предмет major is это присваиваем категорию journalism журналистика I think that my writing skill is improving day by day Я думаю, что мои писательские навыки улучшаются с каждым днем I think Я думаю Это просто мое мнение поэтому я говорю об этом через simple Дальше я хочу показать процесс что есть улучшение но опять же процесс не закончен я чувствую, что я могу лучше поэтому мы говорим My skill is improving И также есть у нас даже период день за днем то есть постепенно But I feel that I need more practice Но я чувствую, что я нуждаюсь в большей практике Просто мои как бы ощущения в целом В целом есть чувство I feel В целом чувство чего? Мне нужно I need Кстати, глагол need вообще никогда не используется в continuous Мы дальше будем в четвертом юнете говорить о non-continuous verbs о глаголах, которые не используются в continuous И вот глагол need это один из этих глаголов А feel, кстати, это особый глагол Там есть о чем поговорить с вами That's why I decided to start my online journal И поэтому я решила создать свой онлайн журнал Decided решила Так же факт прошлого Ну что ж, давайте теперь этот текст прочитаем полностью Hi, everyone I hope you remember me I'm Claire and I'm 25 Sarah and I are best friends When you're getting older you eventually come to that point when you start thinking of your own childhood Suddenly you realize that you aren't a child anymore Well, there is this moment in my life I remember watching Bram Stoker's Dracula with Sarah during one of our pajama parties That's when I started to keep my own diary just like Jonathan Harker Eventually I became obsessed with reading and writing of any kind I write a lot but I'm always losing my bookmarks I decided to be a writer My university major is journalism I think that my writing skill is improving day by day but I feel that I need more practice That's why I decided to start my online journal И, дорогие мои друзья еще разочек все примеры, которые мы с вами разобрали в данном уроке содержатся на этом одном слайде на русском языке Обязательно сделайте обратный перевод Подсверьтесь с предыдущим слайдом Если у вас есть какие-то вопросы что-то непонятно то обязательно оставляйте свои вопросы в комментариях Напоминаю, что уроки выходят на моем новом канале который называется OK English Practica Обязательно на него подписывайтесь чтобы быть в курсе новостей и обязательно смотрите уроки лайкайте комментируйте, друзья мои И на этом, я думаю, мы можем сегодня заканчивать занятие для вас провела Елена Вагнистая ваш учитель английского языка Wish you all the best in your studies Bye-bye Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok